Местом встречи главы края и восходящих школьных звезд стал центр для одаренных детей. Здесь игровые площадки, командные состязания и возможности спробовать себя в новом амплуа. Это преамбула. Главное – подведение итогов. А они неплохие. До финала всероссийского конкурса дошли 25 воспитанников краевых школ. Достичь своей мечты смогла, например, жительница большого города Екатерина Федотова, ученица 12-й школы. Для нее этот год – показатель приложения усилий. В Олимпиадах по истории она принимает участие с 8-го класса. Но попасть в финал удалось только сейчас. Главная награда за это – бонус при поступлении. Олимпиады – это выгодный шанс. Это как социальный лифт подняться. Поступление без вступительных экзаменов, конечно же. И если бы я взяла Олимпиаду, ну и в принципе я участвовала в Олимпиаде, для меня это большая заслуга, для моей цели. Это хорошие баллы для поступления в университет. Призовые места в финале Федеральной Олимпиады заняли 9 человек. Наши оказались лучшими в праве, информатике, физкультуре, географии и китайском языке. Сборная края взяла больше всех наград среди дальневосточных регионов. А это повод гордиться. Ваши победы – результаты вашего труда. Родители, я уверен, что они вас поддерживают во всем. И, конечно, ваших наставников и педагогов. Ну и у вас есть теперь возможность учиться в лучших вузах уже сегодня, включаясь в формирование будущего. Как выяснилось, свои планы на будущее города и края у школьников уже имеются. Ребята со своими наставниками подготовили небольшие презентации. Проекты, которые смогут облегчить жизнь сограждан. Например, цифровое земледелие. Есть проекты по образованию, спортивные. Я задумалась над вопросом, возможно ли увеличить количество участников в заключительном этапе от Хабаровского края. У меня возникла идея – попробовать реализовать проект «Путь к успеху». Отдельное спасибо глава края сказал наставникам победителей. Учителя получили сертификаты на 50 тысяч рублей. Ольга Горбунова, Ульяна Крамаренко, Павел Легалин. Для большого города.